Приветствую всех подписчиков и гостей канала! Старт Евро 2024 года уже, как говорится, на носу, а мы продолжаем обзор участников по группам. И на очереди группа D, которая имеет очень интересную географию состава. Ни одна из стран-участниц квартета не соседствует с другой, но все они соседствуют с хозяйкой турнира Германии, образуя своеобразный цветок с четырьмя лепестками. Но это так, просто интересное наблюдение. Теперь непосредственно к командам. Фаворитом группы, как и всего в турнирах на правах вице-чемпиона мира, является команда Франции, которая более чем уверенно прошла отборочный раунд, лишь раз потеряв очки, расследясь на финише боевым миром с греками. Что интересно, Нидерланды играли в одной отборочной группе с французами, также довольно уверенно взяв второе место, потерпев всего два поражения непосредственно от лидера группы. Именно эти две команды являются главными претендентами на прямые путевки в плей-офф. Впрочем, если отталкиваться от отборочных матчей, то и австрийцы весьма уверенно вышли на Евро, лишь балл уступив таблице Бельки, в матчах с которой дважды потеряли очки, обменявшись голами на выезде и уступив дома с классическим счетом. А вот для Польши путь на Евро был более тернист. В отборочной группе команда осталась позади Албании и Чехии, пробиваясь на континентальное первенство через Лигу нации. В полуфинале стыковых матчей поляки убедительно переграли эстонцев, а в финале, разойдясь безголевым миром, по пенальти одолели сборную Уэльса, получив путевку на чемпионат Европы. Что интересно, несмотря на высокие достижения сборной на чемпионатах мира в 70-80-х годах, на чемпионат Европы Польша впервые попала лишь в 21 веке, на Евро 2008, но с тех пор уже пятый раз к ряду выходит в финальную часть. Весьма интересен календарь группы D. Польша и Нидерланды встретятся в понедельник днем, открыв игровой день, а вот Франция и Австрия сыграют только в последнем матче вторника, после матчей группы E и F. Наблюдал подобные разбросы матчей одного квартета и на чемпионатах мира. Если кто знает, с чем это связано, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и в конце еще одно интересное наблюдение. За последние 25 лет все участники группы D были хозяевами чемпионатов Европы. Если французы принимали евро единолично, то остальные на пару с соседями. Польша с Украиной, Австрия со Швейцарией, а Нидерланды и Бельгия вовсе были первыми парными хозяевами евротурнира в 2000 году. Кстати, на канале есть видео о домашних успехах стран-хозяек чемпионата Европы, ссылку на которые оставлю в комментариях. Всех со стартом евро, спасибо за просмотр и до новых встреч!